Не надо сбрасывать со счетов всякие эти вирусные болезни, тем более мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, мы находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз. Что меня настораживает? Мы все ахаем-охаем по поводу коронавируса, но забываем то, что у нас в сотни раз смертей больше от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрируемся на этом. Но же не надо забывать, что у нас есть больные и онкологически, у нас есть больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас астматики есть, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений и так далее. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса. Вот мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Жена здорова, она же с мужем жила, здорова, дочка здорова, потому что иммунитет сильный. А он, бедняга, не выдержал. Поступил с пневмонией, тяжелой пневмонией. На ИВЛ лежал, спасали его. Однозначно надо уберечь стариков не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаблен. И второе, у них букет болезней. И если люди этого не поймут, мы ничего в этом плане не сделаем. Вот все, кого мы спасли, больше ста человек. Больше ста человек, Александр Александрович. Вылечили, и там был диагностирован коронавирус. Вот этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы. Но люди сами, старики, должны, старики прежде всего, о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить. Я очень серьезно взял под контроль работу системы здравоохранения. Система создана. Система должна работать исключительно, как часы. Не могу сказать, что она не работает. Но мы обнаружили вот в первом приближении немало недостатков в работе непосредственно врачей. И самое страшное, что для меня, они ведь сами себя не берегут. Вот в Витебске, я знаю, врачи первого уровня, тех, кто от кого-то заразился, там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. А эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди и так далее. Но это же не гоже, когда врач пренебрегает элементарными методами. То есть открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Понимаете, нас всегда учили. Но вы же помните, если ОРВИ, вот этот пик, вирус и прочее, надо на улице выходить. Надо продышаться. Надо просто дышать свежим воздухом. Проветривать помещения. А что мы сделали? Мы загнали людей в эти помещения. А мы точно знаем, что они не больные? Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал теста. Я не знаю, пережил ли этот вирус, уже на ногах перенес или не перенес. Точно так и там. И, слушайте, он живет в этой атмосфере этих вирусов. В своей закрытой квартире. И его потом везут спасать. Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно. Во-первых, все из-за границы, мы же их в карантин определяли. Слава Богу, ну почти там единицы, которые оказались зараженными. Мы их уже отпустили всех. На границе контролируем. И будем контролировать. Смотрим, если человек коронавирусный, с кем он контачил. Мы их тоже на карантин взяли. То есть мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать. У нас, Наталья Ивановна, вы видите, мало того, что этих фейков. Так у нас же такое недоверие к власти. Вот власть кого-то обманывает. Слушайте, ну я не знаю, ну мне-то зачем кого-то обманывать? Я что, этот вирус создал, чтобы чего-то тут спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал. У нас сегодня лечится и остаются в больнице это 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми. Запирать в квартирах – это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Вы у меня человек мужественный, солдат такой, что и выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Ваша точка зрения, что там происходит. Я не говорю, что там катастрофа какая-то. Нет. Просто Витебская область у нас всегда, я говорю, она и по климату другая. И немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были какие-то ошибки. Хотелось бы это услышать. Сегодня там работает министр здравоохранения и специалистов, чтобы они обратили внимание и проанализировали, сделали какие-то выводы. Я не хочу сейчас, это будет немножко рановато, делать какие-то выводы. Ведь каждое событие, война, эпидемия, пандемия – это уроки. Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал, придет время. Я просто расскажу из своих наблюдений, ваших наблюдений, соберу их, специалисты скажут. И мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Потому что, если сегодня случилась беда в экономике и в болезнях людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет? Продолжение следует...